МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну так вот, я же тебе говорю. Ну давай, Синка, еще с тобой. Ну за тебя, Синка. Аса. Ну, за тебя, Синка. Василий Проценко здесь живет. Чего я ко мне пошел? Здесь, здесь. Лида. ПОДПИСЫВАЮЩАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЮЩИЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Она станет первой зацепкой, первой ниточкой к разгадке этого убийства, совершенного в далеком 1959 году. Когда следователь вошел в сельский двор, сразу понял – дело глухарь. Проехав несколько часов к месту преступления, в душном уазике капитан Ковтун думал только о глотке холодной воды. Может быть, именно из-за этой сильной жажды первое, что он заметил в сельском доме, во дворе которого произошло двойное убийство – это много бутылок знаменитой пепси-колы. Откуда взяться такому дефицитному товару у обычных селян? В 59-м вкус этого сладкого шипущего напитка могли знать только избранные граждане Советского Союза. Пепси-колу, если повезет, можно было купить только в универсамах больших городов, но чаще – из-под полы и с огромной переплатой. Пепси появилась в СССР благодаря Никите Хрущеву. На первой американской выставке перед объективами советских и иностранных камер генсека угостили стаканчиком этой американской газировки. С того дня дорога для пепси в Советском Союзе была открыта. Первой версией мотива убийства было ограбление. Посредительству односельчан семья Проценко жила не бедно, и наверняка что-то у них было припрятано. В 59-м Сбербанк призывал – граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Но многие граждане скрывали тайные доходы, поэтому у многих были свои потаенные места. Воры знали, что главные тайники традиционно делали в белье между простынями и пододеяльниками. В кармане демисезонного пальто, аккуратно висящего в шкафу, или в серванте, в одном из чайников сервиза. Те, кто жил в частном доме, даже закапывали ценности в огороде. В небольшом Полесском селе, где произошло преступление, слух о жестоком двойном убийстве распространился очень быстро. Пол деревни сбежалось посмотреть на заезжих милиционеров. Такое пристальное внимание буквально выводило из себя начальник отдела уголовного розыска капитана Ковтуна, который возглавлял группу. Иван Борисович нервничал, много курил и ждал, что ему скажет суд-медэксперт Зива. У того с деталями было не густо, но он с уверенностью доложил, что убийства произошли не позднее вчерашнего вечера. У хозяина удар в сердце, смерть наступила мгновенно. И не мучился долго, и зарезали дома. Сплошнее удобство. Привыкший к циничным шуточкам медика, немногословный Ковтун занес все факты в протокол. Хозяйку убили тут же, во дворе дома, каким-то заточенным предметом, ударив по голове. Ну шо, мокрушник-то наш явно припадочный был? Или большой зуб на покойницу имел? Перехватив удивленный взгляд капитана, суд-медэксперт пояснил, что душегуб шесть раз приложился. Удары смазанные, хаотичные, метил именно в лицо. Такое впечатление, что вымещал злость. Важная деталь для следствия. На плече убитого Проценко имелась занятная наколка. Змея, тремя кольцами обвивающая кинжал. Сечешь-то перед нами. Видишь, какого орла завалили. Такая татуировка указывала на принадлежность к так называемой черной масти. Самые непримиримые к касте воров, а три кольца обозначают количество тюремных ходок. Документы. Так, держите. Я на его фотографиях. Похож? Похож. И вроде подлинный. Капитан полистал военный билет убитого, в котором черным по белому было записано, что фронтовик Василий Проценко был демобилизован осенью 1943 года. Какие зацепки имело следствие в самом начале? А их всего две. Военный билет фронтовика Василия Проценко и татуировка на его теле в виде змеи, трижды обвивающей кинжал. Эти зацепки входили в противоречие друг с другом. Красноармеец-рецидивист? Действительно рецидивист. Но тогда как он оказался на фронте? Дело в том, что на фронт отправляли заключенных, отбывающих наказание за незначительные преступления. Бытовые, имущественные и должностные. Этой категории осужденных предложили своеобразную сделку – смыть вину перед Родиной кровью. Бывших арестантов бросали на самые опасные участки фронта – в штрафные батальоны. Выживешь – будешь прощен. Но даже когда потери Красной Армии достигли критических цифр, рецидивистов на фронт не отправляли. Ковтун обнаружил на последней странице военного билета запись о том, что в 1943 году Василий Проценко в результате тяжелого ранения был демобилизован из рядов РККА по состоянию здоровья. Раз списан – значит служил. В голове следователя никак не укладывалось, как обладатель такой наколки мог оказаться на фронте. Вот почерк корявый-то. Списан подчистую. Товарищ капитал, я свидетельство нашел. Списан в 1943 году. Подойди. Свидетельница Заряна. Девушка 17 лет. В тот вечер она любезничала в саду со своим кавалером. Сад примыкает ко двору Проценко. По ее словам, за забором что-то стукнуло, как будто лопатой ударили по чему-то металлическому. Я щось грюкнула, начи як лопатой, декілька разів. И тиша. Это все. Показать сможешь, Гид? Так, так. Капитан очень быстро отыскал неглубокую яму под дальним забором в конце огорода. А чуть в стороне валялась и лопата с обломанным черенком. На штыке лопаты были видны засохшие бурые пятна. Мужок! Капитан позвал эксперта-криминалиста. Надо вот это все сейчас посмотреть. Может быть, что-то найдете. Кажись, орудие убийства нарисовалось. Исследуй черенок. А вот что-нибудь найдешь. Неожиданно взгляд Ковтуна привлекла еще одна рытвина. Он понял, убийца что-то искал. А вот нашел или нет – большой вопрос. Перед тем, как отправиться в Ромно, капитан отдал приказ, чтобы никого на пушечный выстрел к саду не подпускали. Завтра с утра тут все прочешут металлоискателем. Орудие убийства – лопата с обломанным черенком, на котором эксперты обнаружили следы грязных рук, испачканных землей. Отпечатки пальцев открыли новую деталь. В этом деле на черенке не просматривался отпечаток одного из пальцев. О чем это говорит? Вероятнее всего, у убийцы этот палец на руке отсутствовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для просмотра тела Зинаиды Проценко перед вскрытием на внешней стороне правого бедра была обнаружена старая, выведенная марганцовкой, татуировка. Север. В криминальном мире наколка со словом «север» обозначала место отбывания наказания – лагеря на крайнем севере страны. Такая татуировка обычно делалась на кисти руки, однако женщины, чтобы скрывать связь с уголовным миром, могли набивать татуировки на частях тела, спрятанных под одеждой. Зацепившись за татуировку на бедре, следователь решил проверить личность Зинаиды Проценко среди списков женских лагерей и вольных поселений Севера. Но в то время ответ на запрос могли ждать очень долго – несколько месяцев. В 1959 году началась ликвидация главного управления печально известного ГУЛАГа. и все архивные документы передавались из одного ведомства в другое. Искать данные могли очень долго. Поэтому, пока запрос был в пути, следователи решили по максимуму добывать информацию на месте преступления. Добывать в прямом смысле этого слова. Товарищ капитан, как думаешь, а? Найдет что-то, а? Не знаю, найдет, не найдет. Вот здесь фролов, копай. Эх, товарищ, дизайнцам. Дальше ищите. Еще трижды аппарат издавал писк, но каждый раз в земле оказывались непотребные ржавые железяки. Разозленный ложными находками фролов вонзил лопату в грунт и тут же по ушам резанул металлический ляск. Фролов, копай. Буквально пару раз копнув, оперативник вытащил из земли металлическую коробку из-под конфет. В душу, мать! Золото! Иван Борисович, золото! ЗВОНОК В ДВЕРЬ В середине лета в собственном доме неизвестный зверски убил Василия Проценко и его жену. Личность убитых сразу же вызвала подозрения у следователя. По записи в военном билете хозяин дома воевал на фронте, но его татуировка свидетельствовала о том, что он принадлежит к касте самых непримиримых уголовников, которые категорически отказывались служить в армии. На бедре жены Проценко найдена наколка «Север», которая могла говорить об отбывании ею наказания в северных лагерях. Следователь пытается понять мотив убийства. Оперативники находят зарытый в земле клад с драгоценностями, который мог и быть причиной преступления. Помимо драгоценных изделий, в тайнике был какой-то газетный сверток. Обратите внимание на эту деталь. Газета издана Степным фронтом, который был сформирован летом 43-го года. Но тогда оперативники не обратили внимания на саму газету. Видимо, потому что газета была главным и практически безальтернативным упаковочным материалом. Ничего необычного. Аккуратно развернув газету, капитан изумленно выдохнул. Царское золотые червонцы. Николашки. Среди коллекционеров червонцы из золота 900-й пробы всегда считались не просто ценными монетами, а своего рода произведением антикварного искусства. Золотой стандарт советских ювелирных изделий – это 585-я проба. А 900-я – это практически чистое золото без примесей. Из-за его красноватого оттенка его называют червонным. Как правило, не используют такое золото для изготовления ювелирных изделий. Только для слитков и чеканки редких монет. Вот, к примеру, такая монета сегодня на антикварном рынке стоит около 1000 долларов. В 1923 году на Петроградском монетном дворе начали чеканить золотые советские червонцы, на которых был изображен крестьянин-сеятель. Тираж почти 3 миллиона экземпляров. Как и царский червонец, сеятель был изготовлен из золота 900-й пробы. Вес монеты – 8,6 грамм. Но западные державы отказывались принимать деньги с советской символикой. Тогда было принято решение продолжить выпуск червонцев с изображением свергнутого царя Николая II. Вырисовывается такая картина. У убитого фронтовика татуировка, как у рецидивистов. Это раз. У его жены выведена марганцовка и татуировка, в которой удалось разобрать только одно слово – «север». Это два. Три – это тайник с царским золотом в огороде убитых. Четыре – лопата, которой была убита женщина. Также удалось выяснить, что у убийцы, судя по отпечаткам пальцев, отсутствовал мизинец на правой руке. Как связать все эти факты и почему с такой жестокостью была убита женщина? Кто преступник и каковы его мотивы? Все это были вопросы без ответа. На тот момент единственной ниточкой у следствия был военный билет Проценко. Куда он приведет? Капитан Ковтун запросил из Ровенского военкомата личное дело Василия Проценко. В сентябре 1943 года после ранения в боях за Полтаву сержант-фронтовик был отправлен в госпиталь, а позже комиссован. Спустя полгода после освобождения Ровна от гитлеровцев встал на военный учет в этом городе. Родом же Проценко был из соседнего села в Ровенской области. Именно туда и отправился Ковтун, надеясь у родственников выяснить подробности об убитом. В родном селе Василия из родни осталась лишь его 40-летняя сестра Фекла. 15 лет она ничего не слышала о брате, жившем, получается, в соседнем районе, и была уверена, что он погиб на фронте. Фекла не могла поверить, что все эти годы Васька был жив-здоров и даже весточки не подал. Весть о том, что смерть от бандитского ножа настигла ее брата всего несколько дней назад, вызвала у женщины настоящую истерику. Ковтун достал фотографии Василия Проценко с места преступления и те, которые удалось найти в доме убитого при обыске. Скажите, пожалуйста, а вот этот человек вам знаком? Это вроде похожий. Но чем дальше Фекла рассматривала фото, тем больше сомневалась в том, что на снимке ее брат. Конечно, за столько лет разлуки Василий мог сильно измениться, но что-то подсказывало, что на карточке неродной человек. Женщина стала говорить следователю, что вроде как уши у ее Васи были более оттопыренными и губы полнее. И главное, под левым ухом было родимое пятно, а на фотокарточке его не видно. Ну, досяк пять копеек. Ковтун четко вспомнил, у убитого никакого родимого пятна под ухом не было. Капитан взял у женщины довоенную фотографию брата. Вот фото убитого. А это фото сержанта Проценко. Действительно, они чем-то похожи. Но для опытного следователя не нужно заключение экспертизы, чтобы по овалу лица и разрезу глаз определить, что это все-таки два разных человека. Значит, под именем фронтовика все эти годы скрывался другой. Но кто он? И почему он жил под другим именем? И самое главное, что случилось с настоящим Василием Проценко? Жив ли он и по своей ли воле отдал другому человеку свое имя? На все эти вопросы ответов не было. Военная многотиражка Степного фронта была издана в полтавской типографии в начале октября 1943 года, сразу после освобождения города от фашистов. И что важно, в это же время раненый сержант Проценко лежал в одном из госпиталей Полтавщины. По версии Ковтуна, кто-то завладел документами красноармейца, заметив свое внешнее сходство с Василием. Чистые документы ему нужны были? Капитан дал приказ оперативнику Фролову ехать в Полтаву, вверх дном перевернуть местные архивы, искать хоть какую-то зацепку, обращать особое внимание на кражи и грабежи, совершенные после освобождения Полтавы осенью 1943 года. Вот она, та самая газета, в которую были завернуты золотые червонцы. В таком виде многотиражка выходила всего лишь несколько месяцев. В конце октября 1943 года Степной фронт под командованием Конева переименовали во Второй Украинский, и газета стала выглядеть иначе. Откуда взялось царское золото в таком количестве в 1943 году на выжженной полтавской земле? Кто и каким способом завладел таким огромным богатством? В полтавском архиве оперуполномоченный Фролов наткнулся на дело дерзкой банды, которая совершала налеты на продовольственные машины и хлебные фургоны. Банда действовала нагло и успешно. Буквально за 1 октябрь 1943 года в освобожденных Полтаве, Миргороде-Кременчуге-Гадичи, было совершено 12 ограблений. Чтобы остановить мародеров, их буквально ловили на живца. Лежать! Живо! Лежать! Спасибо. Культ татуировки прижился в преступном мире еще в начале 20 века. Он стал своего рода кодом передачи информации, закрытый для непосвященных. Цвет татуировок сине-фиолетовый. В качестве краски использовались чернила. Краску вводили под кожу с помощью игл. Почитателями татуировки стали группы, где культивировалась романтика преступного мира. Беспризорники, дворовая шпана. Татуировка на женском теле была нечастым явлением даже для преступного мира. И женщины нередко старались вывести отметины, как ошибки молодости. Север мог быть такой ошибкой. Опер-уполномоченный Фролов отыскал нужную страницу в копии уголовного дела. Ну вот, сами поглядите. Евдоким Бугримов. Кличка Север. Сейчас мы это ссыку флопаем. За два месяца банда, в которую в разное время входило от пяти до восьми человек, стала грозой тех, кто занимался обеспечением продовольствием в Полтавской области. Действовали незамысловато. Тормозили машины с хлебом, консервами, крупами. Шоферов и экспедиторов не убивали, а только связывали. Именно это обстоятельство позволило преступникам избежать расстрельной статьи. Следователь Ковтен, перебирая страницы дела, обнаружил, что бандитов взяли по анонимке. Точно. Один старый опер поведал. В Полтавское управление подбросили записку, мол, в такое-то время и в таком-то месте будет совершено нападение на хлебный фургон. В тот день вместо товара машина была заполнена сотрудниками милиции. Стоять! Один преступник был убит на месте. Горбунцова по кличке Штырь и Бугримова по кличке Север взяли живыми. А Север сразу в отказ пошел. А вот Штырь стал сотрудничать со следствием и рассказал, что верховодил шайкой некто Жорко Кольцо. Именно он сбывал украденные продукты, брал взамен исключительно золото. Но в роковом налете Кольцо не участвовал. Накануне он сбежал с еще одним из членов банды. С женщиной. Зинка ее звали. Лисичка прозвище. Во как! В деле было упоминание и о том, что Лисичка долго крутила любовь с Севером. То того, как спутаться с главарем, с Жоркой Кольцом. В середине лета в собственном доме неизвестный зверски убил Василия Проценко и его жену. Личность убитых сразу же вызвала подозрения у следователя. По записи в военном билете хозяин дома воевал на фронте. Но его татуировка свидетельствовала о том, что он принадлежит к касте самых непримиримых уголовников, которые категорически отказывались служить в армии. Родная сестра Василия не признала в убитом своего брата. Обработка архивных материалов вывела следствие на преступную группу, которая действовала в Полтавской области в 43-м году. Тогда банду уничтожили, но ее главарь Жорка Кольцо со своей любовницей Зинкой Лисичкой смог скрыться. У Зинки была татуировка «Север». А что если убитые супруги Проценко были никто иные, как члены банды, грабившей фургоны с хлебом? Преступники по прозвищу Жорка Кольцо и Зинка Лисичка. Их поспешное бегство из Полтавы в октябре 43-го года говорило именно о том, что эта парочка сдала своих сообщников. Из материалов дела было известно, что Зинка долгое время была любовницей Севера, Бугримова. Но потом переметнулась к главарю, а это значит, что у Севера был мотив для мести. Согласно материалам того дела, и Север, и его подельник Штырь все еще отбывали наказание в лагерях, и их предстояло найти. Север и Штырь получили по 20 лет и отбывали наказание в разных лагерях Коми АССР. История исправительно-трудовых лагерей в этом регионе началась в середине 30-х годов. Тогда здесь было обнаружено обширное месторождение угля. Для работы на угольных шахтах задействовали в основном заключенных. Понимая, что официального ответа из лагерей можно ждать не один месяц, и дело затянется, капитан Ковтун лично отправился в Коми АССР допросить фигурантов старого полтавского дела. Первым, с кем он встретился, был Штырь, Андрей Горбунцов. Он отбывал срок в усть-воемском лагере. По делам этим крысам. Начальничек, табачком не угостишь? Горбунцов рассказал, что еще в 43-м он смекнул, что сдали их именно Жорка Кольцо и Лисичка. Зинка всегда выполняла роль некой приманки для шоферов, скрутив одеяло, будто с младенцем тормозила машины. Тихо, шаг! Шаг! Машины, ровно! Шаг, ровно! Заготовь! Руки завпинут! Бежать! 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 Документы! Бежать! 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 А во время последнего налета ее не было. Сбежала с новым любовником, главарем, с Жоркой Кольцом. Тихо, как Жорки переметнулась. Члены банды знали, что Зинка предала Севера. Но сказать дружку об изменах его за знобы боялись. Никто не знал, как может Север отреагировать на такую правду. Север блатарь матерый. Еще раз взглянув на снимок с изуродованным телом Зинаиды, Горбунцов мрачно ухмыльнулся, буркнув, что так люто отомстить изменникам мог только Север. Этого волчару никакая колючка не удержит. Смысл этой фразы, насыщенной уголовной лексикой, был понятен Ковтану. Такой матерый преступник, как Север, найдет, как убежать с самой строгой зоны. Из усть-вымска капитан Ковтун направился в Оркутлаг, где отбывал наказание Север, Бугримов. Раз уж добрался до края земли, думал Ковтан, то несколько сотен километров до другого лагеря можно перетерпеть. Садись, браток, подкину. О, хорошо. Тем более, учитывая неразбериху с документами, которая творилась во время ликвидации ГУЛАГа, лучше самому во всем удостовериться. Везде места такие красивые. Но какое-то чутье подсказывало сыщику, что он зря тратит время. Север наверняка совершил побег и нанес смертельный визит главарю банды Жорке Кольцо и Зинке Лисичке. И если это так, то где его теперь искать? Новая загадка. В Воркутлаге Ковтун встретился с начальником оперативной части Серегиным. Нормально. Поехали. Какими судьбами ко мне? Да вот. Да вот, хочу по поводу Севера пообщаться. Сейчас время такое. Да вы и сами знаете. Дела пересматриваются, амнистия. Всего хватает. Информация, которую выдал Серегин, переворачивала все с ног на голову в этом деле. Оказывается, Евдоким Бугримов год назад умер в лагере от туберкулеза. Вот его свидетельство о смерти. Итак, главный подозреваемый мертв. Север умер за год до убийства. Все ниточки оборвались, и, казалось, дело зашло в тупик. Но одна фраза, которую небрежно бросил начальник оперативной части лагеря, заставила капитана Ковтуна оживиться. Оказывается, последний год жизни ввелся вокруг Бугримова один паренек заключенной. Точно, пеня у него крюкуха была. Принеси, подай. Север посвящал этого паренька в тонкости жизни уголовного мира. Дело Рогозина, принесите срочно. Да. Он старался ни на шаг не отходить от Севера, и даже когда тот попал в больницу, сделал все, чтобы не расставаться с матерым уголовником. Рогозин, со слов других заключенных, нарочно руку в циркулярку сунул. По версии бригадира, Пиня себе сам палец отрезал, чтобы вслед за Севером отправиться на больничку. Ковтун вспомнил версию криминалиста-мужука о том, что убийца мог быть беспалым. Откинулся он полгода назад. Плохо. 30-летний Пантелеймон Рогозин, отбывавший наказание за пьяную драку с поножовщиной, вышел на свободу почти 6 месяцев назад и отправился на Украину, в Ровенскую область. Каждый бывший заключенный должен был два раза в месяц отмечаться в кабинете участкового инспектора. Пантелеймон Рогозин приходил на отметки регулярно. Он очень аккуратно следовал всем инструкциям и подчеркнуто вел себя так, чтобы всем своим видом показать. Он стал на путь исправления. Оперативники воспользовались аккуратностью Рогозина. Когда он явился на отметку, его сразу взяли в оборот. Следователь не стал вести долгих бесед, а сразу выложил неопровержимые доказательства. Вот, смотрите, видите, вот это вот лопаточка. Отпечатки пальцев на черенке лопаты и те, что были в старом уголовном деле Пинни, совпали. Заключение экспертизы, где черным по белому написано, что отпечатки пальцев принадлежат вам. Видите? Так что отпираться нет смысла. Пинни был зол сам на себя. Как же он допустил такую оплошность? Не уничтожил орудие убийства. Чертова лопата. Смотри. И это, смотри. Припертый к стенке, Пантелеимон сознался в двойном убийстве. Да, это я убил Жорку и Лисичку. На допросе Рогозин рассказал, как сошелся с Севером и как узнал о главаре банды и его любовнице. Парень настолько втерся в доверие к Бугримову, что тот рассказал ему про золотой общак банды, который умыкнул Жорка кольцо. Бугримов и его молодой ученик собирались вместе бежать из Воркутинского лагеря. Но побег сорвался. Север заболел туберкулезом. Специально отрезав себе палец циркуляркой, Рогозин тоже попал в лазарет. Он пробрался в инфекционный барак к умирающему Бугримову, чтобы выведать подробности, как найти главаря банды. Пиня клялся, что отомстит кольцу и Лисичке. А сам думал, как золотишко к рукам прибрать. Умирающий от туберкулеза Север рассказал Рогозину, что Жорка кольцо, скорее всего, живет под именем фронтовика Василия Проценко, где-то под Ровно. И вот почему. Как-то в октябре 43-го под Полтавой Север с кольцом поджидали машину с продуктами. Да потерпи немножко. Да, кури. И вдруг, нарушая все планы банды, с проселочной тропки на дорогу вывернул красноармеец. В Жорку будто бес вселился. Он нам сейчас стык ему испортит. Валять его надо. Да придется. Вали его. Валим. Север обыскал убитого и нашел его воинскую книжку. Оказалось, что сержанта звали Василий Проценко. И был он уроженцем Ровенской области. Жорка, на тебя похож. Уже тогда Северу пришла в голову мысль, что с такой ксивой кольцо мог бы начать жизнь с чистого листа. А ввось пригодится. Выйдя на свободу, Рогозин сразу приступил к поискам Жорки кольца. Искал у него уже под именем Проценко. Начальнику военкомата Пантелеймон дал взятку, наврал, что ему нужно разыскать друга отца, убитого на фронте. В те годы в военкомате действительно было много запросов. Искали родных, друзей, однополчан. Всех, с кем разъединила война. Поэтому просьба Рогозина у начальника военкомата не вызвала никаких подозрений. Таким образом, Пиня и вычислил место жительства Жорки кольца, который в те годы действительно проживал по документам красноармейца Василия Проценко. Ой, обнови, пожалуйста. Ой. Ну, давай, Зинка, еще с тобой. Ну, за тебя, Зин. Мундирочка? Бог в помощь. По описанию, которое дал Бугримов, Рогозин безошибочно опознал лисичку и кольцо. Привет я вам притаранил от севера. Лжепроценко, Жорка кольцо, вскочил с места. Пиня грозно воскликнул. Лапы на виду держи. Что ты, сука, наделал? Бери, сука, грида! Где Жорка золото приныкал? Задыхаясь, Зинка рассказала, где тайник. Где тайник? В той стороне, смотри. Пантелеймон в выступлении нанес шесть ударов по голове Зинаиды. Женщина унесла на тот свет тайну, что на самом деле тайников было два. Во втором и хранились царские червонцы, которые впоследствии обнаружили сыщики. За двойное умышленное убийство суд приговорил Пантелеймона Рогозина к исключительной мере наказания. И уже 10 сентября 1960 года расстрельная команда поставила окончательную точку в этой истории. Главным вещдоком, который привел следователей к развязке, была обычная старая пожелтевшая газета 43-го года, в которую были завернуты червонцы. Заверни их преступник в обычную бумагу или тряпку, и, возможно, это дело осталось бы не раскрыто. Газета. Казалось бы, обычная мелочь. Но в уголовных делах нет ничего важнее мелочей. Мелочей.